на прошлой лекции мы начали разбирать вот такой пример сходим из такого интеграла исследовать и основной инструмент был такое представление значит первое слагаемое выяснили сходится при всех таких альфу больших нуля по признаку дирихлем кстати можно было сюда и признак харди тоже применить интеграл от синуса по периоду 0 поэтому тоже признак харди тоже работает хотя конечно дирихли легче а со вторым слагаемом давайте запишу неравенство которое в две стороны работает значит меньше либо равно она может тут единицу поставить это у нас уже сработало правое неравенство в другую сторону еще пока не работала давайте сейчас будет работать значит здесь мы выяснили сходится при альфа большим 1 2 это с помощью признака сравнения чем на самом деле работал такой вариант признака сравнения то есть для неотрицательных функций если мы имеем эквивалентность данном случае особенность у нас в бесконечности то соответственно сходимость интеграл от этой функции сходимость интеграл от единицы на их степени 2 альфа эквивалентно ну я подробнее говорил в прошлый раз там константы но теперь давайте значит тогда что у нас получается уже гарантированно вот этот интеграл сходится при альфа большим 1 2 это мы уже доказали прошлый раз теперь осталось показать что на самом деле он вот только при этих альфа исходится то есть при остальных альфа от нуля до 1 2 он будет расходиться ну для этого как раз вот можно ну кстати здесь тоже можно применить признак харди синус квадрат x 2 пи периодическая функция и соответственно интеграл по период от синус квадрат x естественно не ноль а значит интеграл от 1 до плюс бесконечности синус квадрат x на их степени альфа x степени альфу плюс 1 dx и интеграл от одного до плюс бесконечности dx на х степени альфа и х степени альфа плюс 1, сходится и расходится одновременно. Ну и поскольку х степени альфа и х степени альфа плюс 1 эквивалентна также при х стремящемся плюс бесконечности 1 на х степени 2 альфа, то мы, ну, чисто теперь как работает? То есть, если у нас альфа меньше либо равно 1 второй, ну, больше нуля, то тогда мы как рассуждаем? Мы применяем, значит, из эквивалентности следует, что больше либо равно, ну, какая-то константа c, можно 1 вторую написать, но неважно, c 1 на х степени 2 альфа, если х больше некоторого дельта. Ну и, соответственно, раз интеграл от дельта до бесконечности dx на х степени 2 альфа расходится при таких альфа, то, соответственно, по признаку сравнения этот интеграл расходится при альфа меньше либо равных 1 второй, больше нуля, и, значит, расходится и наш интеграл. А тогда по признаку сравнения вот этот интеграл расходится при альфа меньше либо равных 1 второй. Ну, следовательно, и наш интеграл расходится при 0 меньше альфа меньше либо равных 1 второй. Можно, конечно, не опираясь на признак харди здесь работать, а именно я как раз начал в конце прошлой лекции применять тригонометрические формулы. Ну и, соответственно, снова у нас что получается? Интеграл 1 делить на 2 х степени альфа и х степени альфа плюс 1 dx расходится при альфа меньше либо равных 1 второй, а интеграл от 1 до плюс бесконечности косинус 2 х dx 2 х степени альфа и х степени альфа плюс 1 сходится при альфу больше нуля. Ну, опять-таки, хотите по признаку харди, хотите по признаку дерихле. В данном случае первообразная функция косинус 2 х, это синус 2 х пополам ограничена, а 1 на х степени альфа и х степени альфа плюс 1 монотонно убывает к нулю. То есть, что получается? Получается, что наш исходный интеграл расходится при альфа от нуля до 1 второй. Ну, вот что я хотел бы еще обратить внимание, чем поучительный пример. Вот смотрите, несколько раз я пользовался вот здесь такими рассуждениями. Если функция понынтегральная эквивалентна другой функции, то с точки зрения сходимости это дает одинаковое поведение интегралов. Но это верно только для неотрицательных функций. Обязательно. Только неотрицательные. И как раз вот этот пример и показывает. Смотрите, я как могу записать. Синус х, х степени альфа плюс синус х. Я могу записать так. И при альфа большем нуля, что у нас получается? Когда х стремится к бесконечности, второй самоносный стремится к одному. А значит, это эквивалентно синус х на х степени альфа при х, стремящемся к плюсу бесконечности. Но мы установили, что вот этот интеграл от синус, от 1 до плюсу бесконечности, синус х на х степени альфа, dx, он сходится при альфа большем нуля. Так? А только что доказали, что наш интеграл сходится только при альфа большем 1,2. А при альфа меньше ли браун, 1,2, он расходится. Хотя функция эквивалентная. Это из-за чего? Из-за того, что у нас интегральная функция уже меняет знак. То есть не является неотрицательным. То есть то, что работает для неотрицательных функций, используемых эквивалентных, не работает для функций произвольного знака. Это вот, об этом нужно, конечно, помнить, когда будете решать письменный экзамен. Так, ну что ж. Ну а теперь мы начинаем следующую главу. Так, с нумерацией я, конечно, уже могу напутать. Кажется, восьмая. Кто-нибудь следит там за главой мне? Потому что уже, по-моему, и я перестал следить так. Теория рядов. И первый параграф. Числовые ряды. Ну давайте начнем с серии определений. Итак, длинное определение, много разных понятий. Числовой ряд. Это выражение. Ну или вот так пишется. Ну а н можно, конечно, не писать. Можно писать только а1 плюс а2 и так далее. Еще раз поясню. Вот сейчас это просто выражение. Просто некая условная запись. Значит, где а, н? Давайте будем считать действительные числа, называемые членами рядом. Ну или еще говорят, общий член ряда, а, n. Значит, как понимается это выражение? Какой смысл ему придается? Значит, частичной суммой этого ряда называется ну просто сумма первых, скажем, n элементов. И обозначается это через с, n, n. Это частичная сумма. Значит, если последовательность s, n частичных сумм имеет конечный предел, предел, s равный предел, то ряд называется сходящимся, а s его суммой. И обозначение такое же. то есть теперь тот же самый символ, который до этого был просто выражение, он приобрел уже конкретное числовое значение, напомню, но и только если конечный предел. В противном случае в случае ряд называется расходящимся. Значит, расходящийся числовой ряд это такой, у которого предел последовательных частичных сумм либо бесконечен, либо не существует. Ну, вот это основные определения. Ну, и на первый взгляд кажется, а что ноут? Взяли числовую последовательность специфическую, да? И изучаем ее. То есть сумма ряда предел числовой последовательности. Соответственно, есть теория числовых последовательностей, там много всяких фактов, и, соответственно, зачем чего-то такое отдельное придумать. Ну, действительно, из теории последовательности мы можем сразу же, то есть это я сформулирую как следствие из определений. Следствие из определения. Ну, понятно, что это не только определения и теории последовательности, да? Ну, несколько фактов давайте сюда запишем. Ну, первое. Если ряды сумма а-н-ых и сумма б-н-ых сходятся, альфа, бета действительное число, действительные числа, то сходится и такой ряд альфа, а-н-ая плюс бета, б-н-ая, причем его сумма равна альфа на сумму а-н-ых плюс бета на сумму б-н-ых. Ну, понятно, просто берете частичные суммы и, соответственно, применяете свойства арифметических операций с пределами. Второе. ряды суммы по n от единички до бесконечности а-н-ая и сумма по n ну, давайте, от некоторого n большого до бесконечности а-н-ая сходятся или расходятся одновременно. Ну, почему это так? Потому что последовательности частичных сумм для этих рядов они чем отличаются? Только наконечное выражение. И поэтому, то есть, если у меня здесь частичные суммы с-н-ая а здесь, скажем, с-н-ая с волною, то отличие будет в чем? Я должен добавить а-1 и так далее а-n-1. Ну, чем полезны это свойства? Его еще формулируют так, что отбрасывание или добавление конечного числа слагаемых не влияет на сходимость числового ряда. То есть, вы спокойно можете не обращать внимания на конечное число первых слагаемых. Любое, хоть триллион. На них можно не обращать внимания. Значит, ну, давайте все-таки сформулирую в качестве третьего пункта критерий каши. Каши сходимости числовых рядов. Значит, ряд сходится, сходится тогда и только тогда, когда для любого эпсилона больше нуля найдется номер n большое такое, что при всех n маленьких больше n большого и при всех натуральных p так, сумма по k от n плюс 1 до n плюс p а кат их по модулю меньше эпсилона. Ну, опять-таки, здесь это что из себя представляет? Вы просто применяете критерий каши сходимость в числовой последовательности sn. У вас, соответственно, появляется sn плюс p минус sn. А что такое sn плюс p минус sn? вы сложили первое n, а здесь сложили первое n плюс p. Соответственно, это будет в точности вот это как раз сумма, да? Лучше вот так. Вот. Без модуля. Поэтому это просто переформулировка критерий каши. Ничего нового нет. можно отсюда вывести, но можно непосредственно. Давайте я отдельно, пусть это будет теорема 1. Это первый результат, который как бы самостоятельное значение, то есть его нет в последовательности. Называется необходимое условие сходимости числовых рядов. если ряд a n сходится, то предел последовательности общих членов этого ряда n равен нулю. Ну, можно, конечно, из критерия каши, но давайте я докажу, не опираясь на критерии каши. Значит, ну, пусть у нас s это сумма. То есть мы знаем, что это будет предел последовательности частичных сумм. Ну, если мы отбросим одно слагаемое, последнее, скажем, то получается, что мы просто смещаем последовательность, поэтому это же совпадает и с пределом sn минус один. Ну, а теперь осталось, что заметить, что а n это sn минус sn минус первое. И, соответственно, получаем, что предел половинного равен нулю. Ну, это необходимое, конечно, условие, ни в коем разе не достаточно. У нас будет много примеров расходящихся рядов, предел последствий общих тленов, которых равен нулю. Значит, теорема вторая. критерии сходимости рядов с неотрицательными членами. Если а n не отрицательны при всех n, то числовой ряд сходится тогда и только тогда, когда последовательность частичных сумм давайте последовательность его частичных сумм ограничен. Доказательства. Давайте напишем частичную сумму. Значит, это у нас окаты. Складываем. Ну и понятно, что если все а n не отрицательны, то добавление большего количества не отрицательных слагаемых оно сумму не уменьшает. Таким образом, из неотрицательности следует, что s n не убывающая последовательность. последовательность. Ну вот это получаем, что сходимость ряда по определению эквивалентно по определению существует предел s n ограничено. ограничено. Потому что если не убывающая последовательность ограничена, то она имеет конечный предел и наоборот. Собственно, все доказательства. Теорема третья. признак сравнения для числовых рядов. если давайте так напишем 0 меньше либра на n меньше либра на bn при всех n то из сходимости ряда сумма bn следует сходимость ряда a n а из расходимости ряда a n следует расходимость ряда bn ну то есть очень похоже на признак сравнения для сходимости несобственных интегралов там тоже такая же схема собственные доказательства практически одинаковые то есть доказательства опирается на предыдущую теорему то есть если ряд из bn сходится то соответственно последовательность частичных сумм ограничено n от 1 до бесконечности ограничено ну то есть найдется такое m что сумма пока от единички до n bk не превосходит m ну а отсюда следует что и сумма ak тоже не превосходит m то есть последовательность частичных сумм ряда n тоже ограничена ну а поскольку не отрицательны то по и здесь мы теорему 2 используем отсюда опять-таки по теореме 2 заключаем что и требовалось доказать ну а расходимость это часть расходимость опять-таки это чисто логическое эквивалентное утверждение ну и соответственно с чем-то надо сравнивать ну с чем ну давайте какой-нибудь пример самый первый который вы фактически естественно рассматривали в школе хотя не использовали общую теорию числовых рядов да вот такой числовой ряд рассмотрим да ну давайте понимаете какие тут случаи ну во-первых если модуль q больше либо равен одного как тогда дела обстоят с этим рядом тогда отсюда следует что q в степени n что что за последователь не является бесконечно малой бесконечно бесконечно малой по теореме 1 по теореме 1 ряд и этот что делает расходится второе если модуль q меньше единички ну в этом случае мы частичную сумму можем в явном виде посчитать значит это у нас что такое будет это будет q на q в степени n минус 1 на q минус 1 и соответственно при n стремящемся к бесконечности q в степени n у нас стремится к нулю и соответственно мы получаем q делить на 1 минус q то есть ряд сходится ряд сходится вот мы исследовали ну по сути это и есть сумма бесконечно убывающей геометрической прогрессии бесконечной геометрической ну конечно когда q отрицательна то это не убывающая так ладно значит теперь то есть вот уже с геометрической прогрессии уже можно сравнивать мы чуть позже этим как раз и займемся а давайте еще такой очень мощный признак который очень хорошо работает хорошо используется теорема четвертая интегральный признак признак каши маклорена ну его по-разному называют его называют иногда просто интегральный признак каши иногда просто признак каши маклорена ну в общем вот я вам все собрал если f от x больше либо равна нулю и не возрастающая на этом же промежутке то ряд f от n и интеграл не собственный f от x dx сходится или расходится одновременно доказательства ну заметим прежде всего что для всех x из отрезка давайте от к до к плюс 1 у нас самое большое значение это будет f от к самое маленькое f от к плюс 1 то есть в силу невозрастания так в силу невозрастания ну а тогда отсюда мы получаем по свойствам интеграла что f от к плюс 1 не превосходит интеграл от к до к плюс 1 f от x dx не превосходит f от к ну как раз промежуток длины 1 поэтому ну соответственно если мы теперь просуммируем эти неравенства скажем по к от единички до n без единички то что у нас получится по к от единички до n без единички f от к плюс 1 не превосходит интеграл от 1 до n f от x dx не превосходит суммы до n f от а n минус 1 ну и что тут мы получаем ну слева у нас стоит что начинаем с f от 2 кончаем n то есть это у меня s n минус f от единички а справа у меня стоит s n минус 1 где s n это частичная сумма ряда который мы исследуем то есть из f от n ну а теперь что получается у нас был критерий сходимости рядов с неотрицательными членами и был критерий сходимости интегралов от неотрицательных функций так интеграл от неотрицательной функции сходится тогда и только тогда когда первообразное ограничено так если первообразное ограничено то соответственно мы получаем ограниченность частичных сумм а из ограниченности частичных сумм сходимость ряда получим обратно если ряд сходится то последовательность частичных сумм ограничено значит ограничены первообразные то есть сходится интеграл ну соответственно таким образом получаем что утверждение доказано утверждение доказано то и может быть тут единственное что первообразный то мы должны проверить интеграл от 1 до x так f от дт но для любого x x у нас попадает в какой-нибудь отрезок от n до n плюс 1 так и соответственно меньше либо равно интеграл от 1 до n плюс 1 f от t dt а это меньше либо равно ну как раз так что так что даже если у нас верхний предел не натуральное число все равно у нас все первообразные но может быть это не первообразный правильнее говорить интеграл от 1 до x f от t dt никто не сказал что f обязана быть непрерывный это и не требуется ну опять таки давайте пример 2 теперь сразу же мы можем исследовать ряд 1 на n в степени альфа начнем если альфа не превосходит нуля что тогда будет тогда единица на n в степени альфа не является бесконечно малой так если альфа не превосходит нуля следовательно по необходимому условию ряд расходится второе если у нас альфа больше нуля тогда мы рассматриваем функцию f от x 1 на x степени альфа она не отрицательная не возрастающая так значит по теореме 4 ряд наш на n степени альфа и интеграл от 1 до плюс бесконечности dx на x степени альфа сходится или расходится одновременно а этот интеграл мы изучали он сходится точности при альфа большем 1 и расходится при альфа меньше лебрового 1 значит ряд сходится при альфа больше 1 расходится при альфа меньше лебрового 1 теперь парочка признаков признак доламбера признак доламбера признак доламбера признаков пусть пусть а n больше 0 первое Первое. Если верхний предел, вот такую последовательность, АН плюс 1 делить на АН, меньше 1, то ряд из АН сходится. Второе. Если нижний предел, АН плюс 1 делить на АН, больше 1, то ряд расходится. Третье. Если нижний предел, меньше ли бы равен единичке, меньше ли бы равен верхнего предела, то ряд тот же может сходиться, может расходиться. То есть, ничего определенного сказать нельзя. Доказательства. Доказательства. Ну, давайте воспользуемся сначала первое. Если у меня верхний предел АН плюс 1 делить на АН, меньше 1, 1, то отсюда следует, что для любого, давайте я его как-нибудь обозначу, равно П, меньше 1, да? Для любого ε0, для любого ε0, найдется номер N, такой, что при всех N маленьких, больших N, АН плюс 1 на АН, меньше, чем П плюс ε0. Ну, давайте я сделаю так, чтобы вот это ε0 был настолько маленьким, чтобы П плюс ε0 это было Q, и было меньше, чем единичка. То есть, здесь ε0 любой, вот я возьму такой маленький ε, чтобы П плюс ε0 было по-прежнему меньше 1. Это теорема о верхнем и нижнем пределах, то есть, как бы, мы определение предела расщепляем, для верхнего предела, вот часть с этим неравенством остается такая же, как в обычном пределе. Ну, а теперь давайте выпишем, что же это у нас получается. При каждом N маленьком, большем N большого. Значит, например, N маленькая N большой плюс 1 я беру. То есть, у меня АН большое плюс 2 на АН большое плюс 1, меньше, чем Q. То же самое произойдет с АН большое плюс 3, КН большое плюс 2, ну и так далее, да? А тогда что получается? Тогда получается, что... Тогда получается, что у меня АН плюс 2 меньше, чем Q умножить на АН плюс 1. АН плюс 3 меньше, чем Q умножить на АН плюс 2, то есть, Q в квадрате на АН плюс 1. Ну и так далее. АН большое плюс P будет меньше, чем Q в степени P минус 1 на АН большое плюс 1. АН плюс 2, это Q на АН плюс 1, получается Q в квадрате на АН плюс 1. То есть, мы подставляем друг в дружку и вот так получаем увеличивающую степень Q. И таким образом, что же у нас получается теперь? А получается следующая вещь. Получается, что ряд, вот если мы напишем с АН плюс 2 до бесконечности, так АН все члены этого ряда меньше членов какого ряда? АН плюс 1 на сумму ну а здесь просто получается на отобесконечности Q в степени то есть, АН плюс 2 меньше АН плюс 1 на Q АН плюс 3 Q квадрат на АН плюс 1 и так далее. То есть, для этих двух рядов выполняется признак сравнения, так потому что Q-то у нас меньше единички, так так что вот этот ряд сходится ну, первый пример плюс еще самое первое следствие из определения на константу умножать можно спокойно. И по признаку сравнения сходится этот ряд а конечное число слагаемых не влияет на сходимость значит сходится наш исходный ряд что и требовалось второе ну, по сути, то же самое то есть, на сей раз раз у нас нижний предел ну, давайте я его опять-таки через P обозначу больше единички опять пользуемся теоремой о верхнем и нижнем пределах значит, найдется номер такой, что при всех n больших этого номера АН плюс 1 делить на АН больше, чем P минус эпсилон ну, который я опять-таки обзову через Q и потребую, чтобы эта штука тоже была больше единички то есть, я такое маленькое эпсилон возьму, чтобы это было больше единички и вновь мы теперь получаем только в другую сторону я не буду это повторять АН плюс P будет больше, чем Q в степени P на АН плюс первое ну, и отсюда что следует? при P стремящемся к бесконечности это стремится к плюс бесконечности так что? P минус спасибо при P стремящемся к бесконечности это стремится к плюс бесконечности так значит, что не выполняется необходимые условия исходимости ряда а следовательно ряд расходится ну, что касается третьего утверждения ну, смотрите пример 2 для примера 2 АН плюс первое на АН это что получается? это будет Н делить на Н плюс 1 в степени альфа для примера 2 то есть, к чему стремится? стремится к одному как раз случай и, как видите альфа больше единички будет сходящейся альфа меньше либравен единички будет расходящейся а, кстати, забыл вам сказать что при альфа равном единичке вот такой ряд он называется гармонический ряд гармонический ряд ну, и он что делает? расходится, да то есть, вот такой ряд вроде бы мало добавляете единиц на Н но тем не менее последовательность частичных сумм стремится к бесконечности ну, на самом деле последовательность частичных сумм это логарифм Н плюс константа и плюс бесконечно малая констант называется константой Эйлера ну, ладно не будем сейчас в это углубляться значит так, с признаком до Ламбера разобрались теорема 6 тогда ну, получается в этом параграфе у нас уже третий раз что-то связанное с Каши теорема 6 признак Каши ну, я понимаю, конечно что это, наверное, самое сложное да? есть критерий Каши есть интегральный признак Каши есть просто признак Каши да? кругом Каши да так пусть а Н не отрицательные при всех натуральных Н первое если верхний предел корней Н из АН меньше единички то ряд из АН сходится второе второе если верхний предел еще одна меньше одного то ряд расходится ну, и, наконец если это больше должно быть больше, да если этот верхний предел равен одному то ничего определенного о сходимости сказать нельзя сейчас не отрицательные ну, в Даламбере нужно было ноль исключать естественно там же делильная а здесь можно исключать здесь какие-то могут быть нули ну, опять третье утверждение это вот, да пример второй я его специально оставил корень н степени из Н стремится к одному так соответственно у вас опять будет к единичке стремится последний корень н степени и поведение разное значит доказываем давайте сюда доказательство напишу доказываем первое так, доказательство начнем с первого ну, собственно уже понятно как это будет делаться значит корень н степени давайте его обзовем через П меньше единички следовательно для любого эпсилона найдется номер Н большое такое, что при всех Н маленьких больших этого номера корень на степени из АН меньше чем П плюс эпсилон ну и давайте мы возьмем такое маленькое эпсилон чтобы П плюс эпсилон которое обозначим через Q было меньше единички то есть берем такой маленький эпсилон ну а теперь сразу же получается что при всех Н маленьких больше Н большого а Н меньше чем Q в степени Н просто автоматически то есть если в признаке Деламбера нужно было еще что-то такое придумывать чтобы признак сравнения сработал то здесь это практически сразу получается то есть применяем признак сравнения к рядам к такому и ну давайте к такому а может СН плюс одного СН плюс одного и опять по признаку сравнения получаем сходимость ну соответственно второе утверждение если у нас ну теперь немножко осторожнее потому что у нас верхний теперь предел а Н равен П больше единички раз верхний предел равен П то найдется такая последовательность натуральных чисел возрастающих НКТ что соответствующие корни НКТ степени стремятся при К стремящемся к бесконечности к П которая больше одного значит вот теперь уже мы пользуемся определением предела для такой последовательности соответственно для любого Эпсилона найдется номер К большое такое что при всех К маленьких больше К большого корень НКТ из АНКТ будет больше чем П минус Эпсилон который я обзову через Q и за счет малости Эпсилона я сделаю так чтобы это Q было больше одного ну отсюда мы получаем что АНКТ больше чем Q в степени НК при К стремящемся к бесконечности это стремится к плюс бесконечности а значит последовательность общих членов ряда наверное не может быть бесконечно малой следом необходимые условия исходимости нарушается то есть ряд расходится по необходимым условия все закат давайте замечание еще такое я не буду отдельно формулировать если в признаках давайте так в теоремах 5 и 6 5 и 6 заменить верхний и нижний пределы 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 на предел то получим признаки доломбера ломбера и ломбера и каши в предельной форме они так просто называются ломбера Ну и то же самое признак каши. Предельная форма, то есть это означает, что всякие чертчики стираются. Все чертчики стираются. Ну и я хотел бы еще немного поговорить о том, как они между собой соотносятся, эти признаки. И попутно немного о суммировании рядов. Ну, мотивация какая? Давайте я мотивировку вот какую напишу. Ну вот мы уже знаем, что сумма бесконечной геометрической прогрессии вот так записывается. Если модуль х меньше одного, это верно. Ну понятно, что нельзя подставить х равно одному, да? Нехорошо слева совсем, да? А вот подставить х равно минус одному, что получится? Одна вторая. Ясно, что этот ряд расходится, так? Этот общий член не стремится к нулю, да? Но тем не менее, ну, а почему? Ну так, частичные суммы то ноль, то один, то ноль, то один. Все вокруг одной второй, правильно? Ну вот, как бы, вроде смысла нет, но тем не менее, на самом деле, это такое разумное приписывание. Равенство разумное, хотя неправильное. Так вот, эта идея называется суммированием расходящихся рядов. То есть, вот у нас ряд расходится. Но мы хотим, тем не менее, какое-то разумное значение его как бы сумме приписать, да? Это называется суммирование. Методы суммирования. Так вот, один такой метод суммирования, давайте я определение напишу. Называется методом суммирования Чезара. Так, определение. Числовой ряд Сумма по н от яички до бесконечности а-н Суммируем По Чезара Если Существует предел конечный Сигма-эн-э Сигма-эн-э Конечный Где сигма-эн-э Это Среднеарифметическое Частичных сумм То есть, вы берете частичные суммы И берете среднеарифметическое Частичных сумм И Теорема Какая тогда она? Седьмая получается Метод Суммирования Чезаро Регулярен То есть Для Любого Сходящегося числового ряда Числового ряда Он Суммируется К своей Суммируется По Чезарам По Чезарам Суммируется По Чезарам К своей сумме Ну, то есть, это что означает? Что Вот мы придумали Что-то такое Хитрое Не просто Частичные суммы А теперь Какие-то среднеарифметические Берем Но оказывается, что это Нормальный способ В каком Ну, он называется Регулярный В каком Смысле То есть, если у вас Ряд В обычном смысле Сходится То Суммирование По Чезарам Ничего другого Не даст Он даст Именно Это Вот здесь, кстати Чезаро Как раз и даст Одну, вторую Но это несложно Проделать Хотя На практике Вы это будете Проделывать В четвертом семестре Там обычно Это делается Так Доказательства Доказательства Итак Пусть Предел При n-стремящем Бесконечности С n-ных Равен С Значит Это что означает По определению Предела Для любого Эпсилона Найдется Номер Н Большое Такое, что При всех Н маленьких Больше Н Большого Модуль С n-с Меньше Чем Эпсилон Мы хотим Доказать Что предел Сигма n-ных Тоже будет Равен С То есть Вот что Требуется Доказать Соответственно Мы рассматриваем Разность Между Сигма n-ным И s Это что такое Сигма n-ная Среднеарифметическая То есть Я так это Распишу С1-с Плюс И так далее Плюс С Н Большое Минус С Поделить На Н Плюс Плюс Теперь С большими Номерами Sn Плюс 1 Минус С Плюс И так далее Плюс Sn Минус С Все это По-прежнему Делится на Н маленькое Ну и Модуль Поставим Ну то есть Что тут у меня Было n штук Sn-ных Так Из каждой Я вычел По s И поделил На n маленькое Это все Что я Вычел Просто s n маленькое Одинаковых Слога Ну а теперь Смотрите То есть У меня n маленькое Предполагается Больше Чем n Большое Так Теперь Смотрите Что тут у нас Получается Ну первое Слагаемое Я тут Так и Запишу Sn Большой Минус N Большой S Так Делим На n Маленькое А остальное Что тут у меня Получается Если я по модулю Оцениваю Каждое Каждое По модулю Выбор Н Большого О чем Говорит Каждое По модулю Меньше Чем Эпсилон Так Итого Получается Эпсилон Сколько Слагаемых n маленькое Минус Н Большое Ну теперь Смотрите Так я взял Произвольный Эпсилон Так По нему Подобрало N Большое И теперь При всех Н Маленьких Больших Н Большого Вот это Продел Эту оценку Н Большое Напоминаю У меня Фиксирован Продел Это при всех Н Маленьких Больших Н Большого Так Так Когда Н Маленькая Стремится К бесконечности К чему Стремится Первое Слагаемое К нулю Так А значит Может быть Сделано Меньше Чем Наша Эпсилон То есть Найдется Номер Н Большой Первый Так Такое Что при всех Н Маленьких Больших Максимума Из Н Большого И Н Первого Я что могу Записать Я могу Записать Что Сигма Н Минус С Меньше Чего Значит Первое Слагаемое У меня Эпсилон А второе Н Маленький Минус Н Делить На Н Меньше Единички Так Ну Два Эпсилона Значит Ну Это Означает Что Предел Сигмы Н Правильно С Доказали Доказали Следствие Если ПН Наибольшее Нуля Для всех Н И Предел ПН Равен Давайте Л Большое То Предел Корень Н Степени Из ПН Тоже Будет Равен Л Большое Доказательство Доказательство Ну Сначала Давайте Л Больше Нуля Будем Предполагать Л Больше Нуля Будем Предполагать Тогда У меня Что Условие Говорит Предел При Н Стремящемся К Бесконечности Я могу Прологарифмировать Логарифм П1 Плюс И так далее Плюс Логарифм ПН Равен Логарифм Л А это Что означает Это Означает Что Вот Такой Ряд Сумма ПН От Единички До Бесконечности Логарифм ПН Сходится Причем К Логарифму Л Так Ну А тогда По Теореме Которую Мы Только Что Доказали Средняя Арифметические А что Такое Средняя Арифметические Соответствующие Это Единица На Н Логарифм П1 Плюс И так далее Плюс Логарифм ПН Так 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 Средняя Арифметические Немножко Не так Давайте Я Частичные Суммы Запишу Да Давайте Сначала Мы Вот так Запишем Частичные Суммы Что Из Себя Будет Представлять СН Этого Ряда Сумма По К От Единички До Н Логарифмов П К Так Да Да Так Или я Чё-то Тут Неправильно 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 Написал Так Так Чё-то Плохое число Чё-то я Не то вам Говорю Так Сейчас Что это из себя будет представлять? Какая-то Какая-то непонятная вещь Значит Сигма Н У нас Стремится Тоже К Логарифму Л Это Факт Это Факт Это Факт Сейчас Это Говорит Нам Наша Теорема Сейчас 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 Так, да вот я и смотрю, я и не пойму, что-то я, может быть, и напутал, я хорошо помню, что мы пляжем отсюда, а вот что-то суммирование у меня не получается, суммирование как-то нехорошо получается, так, 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 логарифмы. Складываем. Ай-яй-яй. Так, сейчас я подсмотрю у себя, то это или не то. Так. Да, неправильно, формировка была неправильная. Предел Pn равен L. И тогда вот здесь у меня P1 и так далее Pn. Значит, вот утверждение какое, вот это следствие. Если предел Pn равен L, то предел координенных степеней из произведения равен L. Я произведение туда поставил неправильно. Так. Значит, мы применяем нашу теорему. Вместо Sn, которые фигурировали в доказательстве, логарифм Pn возьмем. Значит, по условию они стремятся к логарифму L, которое я предполагаю положительно. Так. И, соответственно, что теперь у меня получается? Теперь сигма n соответствующий, единица на n S1 плюс и так далее плюс Sn, это будет как раз единица на n логарифм P1 и так далее Pn, то есть логарифм корень n степени P1 и так далее Pn. И теорема утверждает, что тогда тоже стремятся к логарифму L. Ну и что осталось? Осталось снять логарифм, то есть проэкспоненцировать. И еще случай, когда L нолик. Что это означает? L нолик означает следующее. Вот если вы посмотрите на доказательства, смотрите внимательно. Вот здесь S было конечное число. S было конечное число. Но на самом деле, вот если S, скажем, у вас плюс или минус бесконечность, то вы точно так же можете все проделать, но вместо разности вам нужно, чтобы сигма n стремилась к бесконечности. Так? Скажем, если у вас S плюс бесконечность, вам нужно доказать, что сигмены тоже к бесконечности стремятся. А тогда вы что делаете? Вы должны доказать, что сигмены большие. И здесь, соответственно, у вас вместо S про первое вы не знаете, а остальные большие. И, соответственно, доказательства проходят точно так же, когда у вас S большое, это плюс или минус бесконечность. Соответственно, L большое, равное нулю, тогда годится у вас, ну, минус бесконечность получается. Логарифм нуля минус бесконечность. Поэтому это ограничение, оно несущественное, на самом деле. Ну ладно, все на этом. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИ gö Twof clairement к вашим 웃 ihrer